удивительные вещи происходят иногда на бирже смотришь лежат деньги почему не взять таким образом я вчера заработал 10 процентов к своему депозиту на срочном рынке и так здравствуйте друзья здесь демитков юрий но вы знаете что я занимаюсь инвестициями на бирже и трейдингом в том числе и что-то мне захотелось купить золото ну дело в том что сейчас непонятно что с акциями значит там американские рынки падают и в общем сказать кажется это будет продолжаться российские рынки тоже вы знаете что происходит в мире вот и я решил что ну с долларом тоже не очень понятно я решил что неплохо бы ну инвестировать деньги в золото но в золото у меня уже вложены деньги в в обычное металлическое золото можно купить деньги но я решил что золото будет расти но почему потому что во первых доллар уже вырос выше некуда по отношению к корзине мировых валют и золото будет дорожать относительно доллара какой инструмент за отвечает за этой отвечает фьючерс на золото на рынке но вы знаете что фьючерсами я ну как бы торгую да но больше всего мне нравится опционы поэтому вот посмотрите значит ну золото у нас очень долго падала в цене вот сейчас вы видите график золото это трейдинг view недельный график это на протяжении уже но с 2020 года значит вот золото выросло до 2080 двадцатом году и значит тут коронавирус и всякие так далее в общем она слегка упала а потом начало падать вот ну и сейчас она находится на минимумах а доллар вот сейчас я покажу доллар вам д x y доллар наоборот когда все мировые экономики сказать ну как фондовые рынки падают вы сами знаете что происходит там нет дорожали так далее и люди начинают бежать от акций а куда они бегут в доллары и от своих национальных валют которые тоже обесцениваются в доллары и доллар соответственно корзине всех валют вот вы видите растет он не может расти бесконечно и фрс начала поднимать ставки постоянно то есть явно доллар ну не может он расти так бог много вот и поэтому бегство будет из доллара многие говорят будет будет бегцев криптовалюта я решил что в такие вещи в кризисные надо покупать золото ну это моя предпосылка такая что я сделал давайте посмотрим я зашел ну открыл фьючерс на золото ну в принципе это тоже самое золото к доллару вот но но то фьючерс вот и я решил что вот будет расти этот фьючерс но вы знаете что я торгую опционами опционах можно заработать намного больше чем отличается опционы на золото низкой ликвидностью низкая ликвидность и если я ожидаю роста золото то те кто прошел курс по акционам уже знают что надо покупать опцион колы продавать опцион путь если ждешь роста золото и на этом можно заработать намного больше на фьючерсах намного больше в разы вот поэтому значит надо покупать опционы кол это проще всего какой опцион кол надо покупать вот я зашел в доску опционов открываю доску опционы сейчас я немножечко ликбез такой я решил открыть опционы которые истекают 15 декабря 2022 года я решил что до декабря золото точно должно подорожать теперь дальше я открываю вот эту табличку опционов и у меня в этой табличке в доске опционов но здесь вот открытые позиции вот открытых позиций кол сколько и открытых позиций пут я так решил что я буду покупать кол я думаю что он будет расти я смотрю вот всего открытых позиций которые есть смотрим сюда внимательно и мы видим что открытых позиций с страйком 1800 аж 2176 остальных явно меньше то есть люди закладывают на то что доллар вернее золото вырастет скорее всего до страйка 1800 ну раз так то соответственно наверное я буду эти страйки покупать вот и я решил значит открыть эти самые стакан цен с опционами кол на золото смотрите если сейчас я покупаю вот вот смотрите 8,8 долларов ну 9 долларов да я могу купить это золото здесь теоретическая цена вот она есть это теоретическая цена средняя цена так которая должна быть по расчетам там очень-очень сложная теория значит за это люди нобелевскую премию получили вот но есть специальные таблицы вот теоретическая цена которая рассчитывается которая должна быть то есть это равновесная цена которая вот ну должна быть на золото смотрите с текущим страйком 44 с дальним страйком ну в районе 9 долларов за один лот за один опцион понимаете да смотрите что это значит на центральном страйке 44 здесь 8 ну 9 разница во сколько в девять раз до в пять раз в пять раз что это значит это значит что если золото то есть если я покупаю вот этот страйк то ну по идее по идее он должен вырасти в пять раз а если он вырастет вот на насчет расти дальше то у меня просто вот колоссальный рост то есть я очень дешево покупаем золото если она вырастет выше чем 1800 то я в шоколаде если она не вырастет выше чем 1800 то все деньги которые я вложил будут потеряны и там есть разные стратегии которые я показывал как строить как все зарабатывать ну то есть как бы на опцион это те же самые фьючерсы но во первых дешевле во вторых они нелинейно растут это очень сложная теория я рассказываю на курсе по опционам про это дело вот суть не в этом смотрим до теоретическая цена вот она что это значит равновесная цена вот такая это значит что если я ухитрюсь купить вот этот вот самый опцион ниже чем теоретическая цена то значит соответственно я купил дешево а если я ухитрюсь продать его выше чем эта теоретическая цена значит я продал его дорого в чем заключается принцип трейдинга это купить подешевле продать подороже ну и то есть купил по идее дешево да вот дальний страйк и сидишь и ждешь вот ну можно продать страйк повыше вот вы видите в следующий страйк у меня продан вот что я и сделал собственно говоря смотрите что я делаю уберу и начинаю покупать ну выставил там на покупку со страйком 1800 опционы по насколько я помню вчера это было по 9 час я покажу по 9 долларов за один опцион ну поставил и поставил и купил сколько-то штук я не помню там три или пять я купил опциона по 9 долларов и у тебя 45 45 долларов вроде небольшие деньги вот что я сделал дальше дальше я поставил на продажу с более высоким страйком смотреть разница между страйками 1800 1810 то есть 10 долларов я решил продать с более высоким страйком по 9 долларов и вы знаете у меня это получилось смотрите в чем суть я покупаю опцион 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 со страйком 1800 и продаю со страйком 1810 разница между этими страйками 10 долларов видите да я купил вот этот за 9 долларов а вот этот я продал за 9 долларов то есть я не истратил ничего и если цена золото к 15 декабря вырастет выше чем 1810 то я просто получу 10 долларов ничего не затратив вообще ничего если я если цена не вырастет даже до 1800 то вот вот это вот стоимость вот эти 10 долларов я потеряю которая заплатил 9 долларов а вот эти 9 долларов я заработаю они вернутся мне то есть я ничего не теряю 0 то есть у меня нет убытков так можно увеличить до бесконечности так и и я решил что буду покупать дальше и вчера я сижу и смотрю сейчас внимательно смотрите смотрите вот я открываю вам график который был вчера вот сейчас вот я его вот так вот увеличу вот видите две свечечки вот на этом я вчера заработал 10 тысяч рублей я что-то сижу и смотрю сейчас я вот так вот раз на виду смотрите те самые 9 долларов про которые я купил по 9 долларов сколько там опционов и тут смотрю а в стакане вот здесь вот в стакане кто-то хочет купить их по десять с половиной те самые опционы которые я купил только что по 9 я сижу и смотрю почему мне не продать их прямо сейчас и там десять опционов по моему люди хотели купить по десять с половиной а я их только что купил по 9 думаю чем не не продать я беру и продаю 10 опционов тех которые я купил только что по 9 продаю по 10 с половиной вы купил все опционы на сказать что это очень низко ликвидный актив очень низко ликвидный то есть там работают основном роботы здесь надо уметь вообще значит там очень не советую пробовать как-то вот самим скандачка потому что трудно очень но тут я просто вижу я смотрю вот сижу и вижу кто-то хочет купить по 10 что не продать ему я беру продаю ему один опцион значит там него заявку уменьшать на один значит это не робот я уже знаю как отличить робота от живого человека я покупаю еще покупаю и постепенно выкупаем всю эту заявку все 10 опционов вернее продаю ему все 10 опционов удовлетворил эту заявку то есть я продал те опционы которые только что купил по 9 и решил думаю отдай-ка я еще раз закуплю по 9 поставлю заявку по 9 минут через 15 моя заявка по 9 долларов срабатывать и кто-то покупает у меня эти опционы по 9 долларов минут через 10 я смотрю появляется заявка ты уже даже не по десять с половиной по 11 долларов кто-то хочет купить почему бы мне не продать опционы которые только что я купил по 9 по 9 по 11 вот посмотрите свеча видите да low 9 видите да high 12 но по 12 тут не так много в общем сказать по 11 в основном да вот закрывались то есть я покупал опционы по 9 продавал по 11 2 доллара на каждом опционе и так продолжалось несколько раз посмотрите вот они две свечи они практически все мои вот объем видите 100 лота везде 100 лотов 100 пополам 50 примерно так я и продал я покупал вот здесь продавал вот здесь покупал вот здесь продавал вот здесь покупал вот здесь продавал вот здесь это 18 часов это 18-30 за полчаса я заработал там по 12 точно это на этом деле просто так то я покупаю по 9 потом появляется заявка купить по 11 я продаю им по 11 ставлю заявку по 9 кто-то покупает у меня по 9 по 11 не появляется кто-то покупает продает мне по 9 я покупаю потом выставляется заявка по 11 я продаю ему по 11 выставляю тут же я удовлетворил эту заявку выставляю заявку по 9 кто-то продает мне по 9 то есть есть люди которые готовы продать по 9 есть люди которые это я готов пропадать по 11 великолепная штука но что я хочу сказать такое бывает крайне редко крайне редко это может быть только на опционах и самое интересное что я вот тут посмотрел а вот она вот свеча смотрите low 11 8 х и 16 половиной волюм 10 то есть кто-то еще 10 лотов продал вообще аж купил по 11 и 8 а продал по 16 с половиной то есть по 5 долларов на каждом вот здесь у меня волюм 100 волюм 222 здесь не все мои уже там кто-то уже вмешаться и кто-то уже влез на бирже вот но я на этом заработал все равно цвет нам больше 200 долларов вот сейчас давайте посмотрим что там еще вот предыдущий день так но здесь всего 3 объем 3 всего 3 лота ну зато с хорошей наценкой вот 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 она основная масса искать и денег которые были заработаны вчера на этом инструменте почему так происходит и значит почему так получилось но везет тому кто готов кто готов к тому что ему повезет то есть надо разбираться очень хорошо в опционах надо разбираться очень хорошо в срочном рынке для того чтобы вот когда ты видишь такую возможность она появляется крайне крайне редко крайне редко но она появляется и вот она смотрите как получается это вот когда мы в жизни жизнь то она у всех одна то есть как будет есть возможность до жизни полна возможностей и эти возможности появляются и они их ну как бы бог посылает всем одинаково но большинство людей проходят мимо они не замечают таких вещей когда можно заработать а тот кто готов тот замечает поэтому для того чтобы быть готовым заработать денежку надо понимать как это сделать и надо быть готовым к этому то есть надо иметь определенные знания я к тому что сейчас как раз такое время что инвестировать особенно некуда надо инвестировать свое образование я вам очень очень советую инвестировать свое образование научиться заниматься трейдингом научиться инвестированию, потому что сейчас кризис. Сейчас все падает. И сейчас самое время как раз заниматься образованием. Потому что после кризиса появится огромное количество всяких возможностей для инвестиций, для заработка. И поэтому эти возможности будут одинаково. Они посылаются всем абсолютно. А вопрос кто ими воспользуется, это уже открытый. Вы или кто-то рядом. Для того, чтобы быть готовым, начните сейчас заниматься. Я сейчас занимаюсь вообще на старости лет решил стать айтишником. Сейчас я изучаю язык Пайтон. Но я не буду вам рекомендовать язык Пайтон, потому что это очень сложно. Надо иметь огромный опыт. надо быть готовым к программированию. Если у вас нет никакого опыта в программировании, то вряд ли вы сможете это освоить. А вот опционы и начало трейдинга я вам готов помочь. я разработал свой курс биржа для чайников. Вы уже знаете, наверное. Ссылочку на него вы можете увидеть прямо сейчас вон там. Демитков.юр.ру туда перейдете, выбираете биржа для чайников. Если вы вообще ничего не знаете в трейдинге, что такое биржа, как открыть брокерский счет, это все туда. И там самые-самые основы трейдинга. Значит, какие-то начальные стратегии и так далее. Ну, а продолжение курса биржа для чайников это опционы. Опционы уже требуют некой математической подготовки, конечно. Но как бы не сильно. И надо сказать, что опционы очень трудно объяснить. И я не видел еще никого, кто объясняет лучше, чем наверное я, потому что ну очень мало специалистов в этом деле. ну вот и кроме того эти курсы страшно. Ну как бы доступно для каждого. Потому что они предназначены для чайников, то есть каждый может себе позволить начать это делать. Вот сколько я видел этих курсов, ну там от 40 тысяч рублей за курс берут. У меня 7,5 тысяч на бирже для чайников и столько же. Курс по опционам это очень-очень немного. Курсы это полтора месяца живых занятий, записей живых занятий, которые я проводил несколько раз, я их оттачивал, очень-очень рекомендую. Итак, что я хочу сказать, что ребята, для того, чтобы улавливать все возможности, которые дает нам Господь, учитесь и вы будете вознаграждены. Это все окупится. На сегодня все. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Деменков Юрий. Деменков Деменков Деменков